Казнь украинского военного Казни украинского военнопленного могут быть причастны наемники ЧВК «Вагнер». Какие у вас мысли по поводу этого зверского происшествия и кем могут быть эти варвары? Вы знаете, в конечном счете фамилия варвара известна. Это Путин. И это сейчас не обобщение. Это сейчас не такое красное словцо. Я объясню, почему я это говорю. Потому что подобные казни, видео с подобными казнями мы видели в Сирии. И это делали бойцы ЧВК «Вагнер», не скрывая своих лиц. Это были мучительные казни именно пленных сирийских солдат с отрезаниями голов, с отрезаниями рук-ног, с поджиганиями. И в свое время, несколько лет назад, российские порядочные юристы, работающие в основном мемориале, они попытались подать в суд сначала в Следственный комитет заявление о совершении преступления. Следственный комитет отказался рассматривать это заявление. Потом в суд, чтобы обязать СК. Суд тоже отказал, что это пленочки, это все несерьезно, это все мы не знаем, кто это. Потом группа расследователей установила имена этих нелюдей, которые отрезали головы у солдат. И тоже не было совершенно никакой реакции. Но мы продолжим и дальше, собственно, почему Путин главный варвар. Потому что, естественно, это не могло быть сделано без прямого указания Путина, никак это дело не педалировать. Давайте вспомним все-таки анамнез Рамзана Кадырова. Все-таки с его знаменитым, с первого русского «Я убил 16 лет», и с отрезанием голов именно тогда. И что мы сейчас видим, кто-нибудь вспоминает это Рамзану Кадырову? Никто. То есть отрезание голов пленным – это абсолютно такое нормальное путинское проявление доминанта, я бы сказала. И для него это совершенно в порядке вещей. Мы это видели из-за недавней встречи Пригожина с уполномоченным российской по правам человека Татьяной Маскальковой, которая красиво рядом с ним стояла в бирюзовом костюмчике, и говорила о том, как они наладили взаимодействие. И ни слова про кувалду, ни одного слова, ни одного вопроса под вопросом и никакой публичной информации. Да, нормально. Кувалда для прав человека в России – это нормально, это хорошо. Главное право, да? Конечно. Поэтому это все идет, безусловно, от верховной власти. Это политическая воля. Отрезание голов – это политическая воля. Ну, это интересно, что в Генпрокуратуре России они сообщили, что проведут проверку этого видео в целях оценки достоверности, ну и как итог для принятия соответствующего решения. Вот такое заявление – это просто вот сотрясание воздуха, и стоит ожидать только того, что в очередной раз заявят. Это якобы фейк, это постановка. Мы ведь помним, именно так в России называли массовое убийство в Буче. И до сих пор называют, надо сказать. И та же самая Москалькова тоже самое говорила про кувалду. И тот же самый Следственные комитеты, та же самая Генпрокуратура тоже самое говорили про кувалду. Никто ничего делать не станет. И это, конечно, задача прежде всего мирового сообщества. И очень хорошо, что Дмитрий Лубенец одним из первых сказал, что это сделала Украина и установила и время, и имена. И я думаю, что мы в ближайшее время будем знать все подробности. Ждать что-то подобного от российской стороны, к сожалению, не приходится. Несмотря на то, что ситуация настолько вопиющая. Настолько эта картинка поразившая всех, просто буквально всех. И, конечно, характерна еще реакция Кривенских каналах, которые эту картинку с отрезанием головы оправдывают. Это тоже... Ну вот да, вот это, конечно, совершенно ужасно, когда пропагандисты, да, вот как они оправдывают, действительно. Ведь, ну это настоящее варварство, да. Они ведь быстрее всех признали, что кровавая расправа – это, ну, дело рук российской армии. Вот Красовский, который говорил в свое время, что надо топить и сжечь украинских детей, теперь спокойно говорит и даже призывает россиян поддерживать военных, чтобы они себя, ну, не чувствовали виноватыми после появления информации об этой казни. Мол, ну, осуждать нельзя, это все ведь путь к победе. Мне кажется, очень хорошо, что люди с репутацией типа Красовского это делают. Поскольку, ну, если ты призывал топить и сжечь украинских детей, то что еще от тебя ждать, ты теперь одобряешь и это, хорошо, хорошо, что это ты одобряешь, да, никто-нибудь еще. Давай поаплодируем бомбежкам городов, что он, собственно, и делает. Ну, что еще ждать? Что еще ждать? Я не знаю, что еще ждать, какого одобрения еще чего можно ждать. Ну, все уже было, мы все уже видели, и все равно, конечно, они нас удивляют. Единственное, что хочу сказать, что это еще и мощный удар по никак не сгидывшим в лету так называемым Путин Штейрам, да, понимателям Путина, которые все равно время от времени говорят, что двум государствам, двум странам нужно взяться за руки и сесть за стол переговоров, и договориться о мире. Можно подумать, что эти два государства в одинаковой позиции. Нет, не в одинаковой позиции. Одна страна напала на другую. Это разные две позиции. И взять за ручку две страны и садить их за столик переговорчиков невозможно. Невозможно в таком контексте. Вы же видите, одна страна отрезает головы, призывает сжечь детей, устраивает бучеву, устраивает изюм, устраивает бомбежки инфраструктуры и мирных домов. И вот с этим вот сесть договариваться. Вы знаете, на улице Берлина я все чаще и чаще вижу надпись «Es ist nicht unsere Krieg». Это не наша война. А Берлин – левацкий город. Нет, 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 ребята. Это наша война, это европейская война, это общеевропейская война. Потому что если бы не Украина, если бы не год, эти героические сражения уже больше года, не факт, что Путин не было бы в Польше или в Молдове, или в Берлине. Вы знаете, я помню, проводилось социологическое исследование, и при всем уважении к немцам, по-моему, только 6% высказали твердую решимость защищать свою страну в случае нападения Путина. Порядка 30% сказали, что они сразу же уедут у страны. И, по-моему, еще 5% сказали, что пойдут защищать, если их призовут, и это не нужно. Мне кажется, это лучший ответ на это, это не наша война. А по поводу того, что происходит в России, о том, как пропагандисты говорят о том, что нужно делать и как нужно делать с украинскими военными, и параллельно с этим они еще рассказывают, что украинцы и русские – один народ. Давайте кратко, может быть, посмотрим, как это все начинается с детства, какой для них это один народ, как они воспринимают украинцев, и как они их расчеловечивают. На вашей странице в Телеграме, да, «Школьные годы чудесные», у вас был такой интересный пост. Я попрошу режиссеров показать эту фотографию, что изучают российские дети на своих уроках, и как это выглядит. Это вот такая школьная электронная доска, и на ней вот надписи. Когда так говорят. Первый пункт – короче воробьиного носа. Второй – как с гуся вода. Третий – птицы с сильной крыльями, а россияне верой. И четвертый пункт – хохол глупее вороны, а хитрее черта. Вот как это можно комментировать? Птичек они изучают. Они изучают птичек. Обратите внимание, тут какие-то пословицы, поговорки, фразилогемы, которые касаются птичек. Причем, ну как с гуся вода – это известная фразилогема. Из пушки по воробьям – известная фразилогема. А вот про ворону и, извините за выражение, хохла – это… Я что-то первый раз такое слышу. То есть это вот выдумано сейчас. И вот сейчас, судя по всему, это маленькие дети. Это типа природоведения. Это там второй, третий класс. А может быть и первый класс. Им уже это выдается как устоявшееся выражение. Знаете, меня поразило. Я вообще очень глубоко изучаю корни украинофобии на территории, собственно, Российской Федерации. И фильмы, где есть украинофобия, а их очень много. Бандерофобия. Это просто фильмы про пограничников с Бандерофобией. Это просто вообще любимые детективы. И вот удивительным образом произошло смещение еще в словаре «Даля». Слово «хохол» и «хохлушка» были обозначены как уничижительное, оскорбительное. То есть это нельзя говорить ни в коем случае. А потом это перекочевало. Ужила Ушакова. Это насмешливое. А в советских словарях это уже такая шутка. Шутка-малютка. Ничего такого. Какая хорошенькая хохлушечка. Ничего такого не сказали. Чего она обиделась-то? Чего обижаться-то? Вот это пренебрежение, которое сказывалось на карьерах, на жизнях, оно оказалось гораздо сильнее, чем мы думали. Не шутки. Это бытовой антисемиум уже практически изжит. А это нет. Знаете, начался бытовой антиукраанизм у них. И вот эта технология, которую вы рассказали на своей странице в Телеграме, ведь это технология нацистской Германии. Я вот когда-то изучал пропаганду нацистской Германии, как они это проводили. И одним из пунктов было сравнение тех же евреев с животными и насекомыми. Таким образом, это была технология расчеловечивания. Сравнение, как я сказал, с животными и насекомыми. И здесь мы видим, как детям на уроках природоведения расчеловечивают украинцы. Называя их еще вот такими словами, о которых вы сказали. Да, еще сравнивая их с животными, причем в пользу животных. Да, и спрятали между птичками, между третьим и пятым пунктом. Да, вот так запрятали действительно. Да, да, между птичками. Это поразительно. И вы прекрасно себе представляете, если представляю, сколько в России людей с украинскими корнями. Сколько украинских фамилий, сколько людей ведет свой род из самых разных украинских мест. Сколько родственников. И вдруг вот это все... Ну это правда о великодержавном шовинизме, так называемом, которое всплывает, в том числе и на детских уроках. Давайте еще поговорим о том, как стремительно растут кладбище в самой России. В том числе, возвращаясь к теме вагнеровцев и кладбища вагнеровцев. Стало известно, что на Гусиноборовском кладбище Новосибирска и на Александровском кладбище рядом с Иркутском нашли два новых массовых захоронения наемников ЧВК «Вагнер». Скажите, сейчас вот этих зеков хоронят все так же, с почестями? Месяц назад, мы помним, было пару конфликтов, когда вагнеровцы вообще отказывались хоронить. Это было в Краснодарском крае и в Астраханской области. Вы знаете, пока конфликты остаются только там, где есть Пригожин. А Пригожин есть вот в своей станице на России «Горящий ключ», где уже было несколько конфликтов. Что касается других городов и висей, здесь уже, знаете, стало заметно, энтузиазм поубавился. Ну и в связи с возвращением вагнеровцев с войны, как они себя ведут, и в связи с тем, что сам Евгений Пригожин, в общем, потерял интерес к этой теме. Я недавно видела его ответ по поводу увеличения сроков службы. Контракты, которые подписывают сейчас заключенные с Министерством обороны, не полгода, а полтора года. И он выразился в том духе, что предмета было полгода, а сейчас я не знаю сколько, я не интересуюсь, мне все равно. Ну а вот это увеличение, да, на 18 месяцев. Понятно, что там, как мы говорили с знающими людьми, человек, который прожил там неделю, вот это уже как бы большое счастье, человек, который прожил две недели, месяц, вот. Ну это уже, это большой подарок судьбы. А здесь целых 18 месяцев. Вот 18 месяцев. Много ли желающих отправиться на фронт на такой срок? Соглашаются ли они или все-таки зэков ставят перед фактом? Зэков ставят перед фактом, их по-прежнему много. Вот 400 человек уехали из колонии в Ангарске. Колония, где три года назад был очень мощный бунт. И мы переписываемся с родными, их забрали насильно. Я говорю, хорошо, пишите заявление, пишите заявление, начнут юристы с этим разбираться. Если насильно, да, то вернем. Нет, ни одного заявления. Четыре тысячи, ни одного заявления. А почему они не пишут их? Они боятся или... В чем речь? Вы знаете, вот действительно, к вопросу об одном народе, да. В ноябре 2500 заключенных вывезли из Херсона и распределили по российским зонам. И вот мы с ноября, Русь сидящая, имеем дело с родственниками заключенных украинских. Причем, ну, Херсон, да, понятно, что это восток Украины. Но послушайте, вот я 15 лет работаю с родственниками российских заключенных. И вот сейчас у нас большой чат, почти 100 человек с украинскими родственниками. Это вообще другое дело. Русские родственники боятся всего. Они, когда уже все, уже край, уже забрали его на войну. А все равно я боюсь. Как бы что ни случилось. Как бы ко мне не пришли. Как бы меня не отняли, не знаю, там, что, моя последняя разбитая корыта. Или уже тень от моего последнего разбитого корыта. Как бы не было бы хуже. А украинки бьются. Они обеспечивают своих, своего человека, она обеспечит всем. Она обеспечит, чтобы были посылки. Она обеспечит, чтобы были звонки. Она обеспечит медицину. Она будет оставить права этой профессиональной. При том, что никаких связей между двумя государствами нет. Все это делается через нас. И они понимают, как они сами предлагают какие-то пути. И это такие люди, которым преграды совершенно не важны. Потому что там родной человек. Да, а какие могут быть преграды? Надо за него биться. Надо его спасать. Надо его вытаскивать в Украину. Пусть там сидит. Где сидел, где было сказано. А тут пришли и забрали. А как Министерство обороны их забирает? То есть им просто говорят, что у тебя один путь только на фронт. Иначе ты умрешь там, на зоне? Да, они даже ничего не говорят. Министерство обороны даже в общем само не приезжает тут же давно. Просто сотрудники в СИН записывают. Пойдешь ты, ты и ты. Вот четыре человека уезжаете. Хорошо. Неужели опыт вагнеровцев, тех, кто уже погиб, ничему их не научил? Неужели не работает эта тюремная почта, эти прогоны по зонам, о которых мы нам когда-то рассказывали? Они все знают. Но по-прежнему все-таки российская тюрьма остается одним из самых страшных мест на Земле. Или просто хотят уйти куда угодно, веря в чудо. А во-вторых, у них у всех есть в голове мысль, что они-то хоть кому-то нужны. А в России не нужны никому. Такая странная история. Ну знаете, верить в чудо, я вот как-то сравнивал тоже в разговоре с экспертами. Но вот их все-таки приговорили, пусть это 10-15 лет, но их не приговорили к смертной казни. А это фактически приговор к смертной казни. Когда человеку дают выбор, да, у тебя 10 лет или смертная казнь. Конечно, он выберет, например, 10 лет. А в данном случае эти люди выбирают смертную казнь, так или иначе. Но смотрите, а где логика людей свободных, которые получают повестки, электронные повестки и идут. А они свободны. У них вообще выбор другой, да? Весь мир или идти на войну. И они идут на войну как стратегию локального оптимума, потому что вот легче так. Конечно, тяжело все бросить и уехать. Это, конечно, но ты спасаешься сам и спасаешь жизни других. В конце концов, это честно. Но люди идут, видите. Они боятся начальства больше, чем смерти. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок